всех приветствую продолжаем знакомиться древнеегипетской мифологии амон незримый древнеегипетский бог черного небесного пространства воздуха позже при новом царстве бог солнца амон-ра считался покровителем фи в большом склопеде написано так амон сокровенный незримый древнеегипетский бог упоминается уже в текстах пирамид но до 12 династии был второстепенным с возвышением фиф культ амона приобрел общегосударственное значение фараоны носили имена в его честь аминемехт аминхоте отождествленный с древними богами манту мином амон-камтеф ира амон-ра амон получил их функции и важную роль пантеоне фивах карнаки и других местах были построены храмы амон освобождение египта от гиксосов фиванскими царями возвеличила амона багажство его жречество стали одной из причин религиозной реформы эхнатона с 1805 до нашей эры жильцы амона около 150 лет правили верхним египтом параллельно с 21 династией особо почитался фараонами 25 династии славился оракул амона в оазисе сива признавший александр македонского сыном бога сохранились антропоморфные изображения амона в короне с двумя высокими перьями и солнечным диском иногда с головой барана его священного животного другим был гусь амона всегда изображали человеческом обличье он сидит на троне или стоит и на голове у него корона с двумя высокими перьями синий или голубой цвет кожи указывает на его связь с небом первоначально фивах амона почитали как небесное божество течение веков амон или амон-ра был в египетском религиозном сознании главным богом стоявшим выше всех других богов значительная часть добычи захваченной победоносных войнах и походах приносилась царем в дар этому богу то есть она фактически становилась собственностью храмов об этом говорят многие тексты и в первую очередь папирус харис 1 вот так написано в википедии о древнеегипетском боге черного небесного пространства воздуха амон незримый пока пока до свидания